Вести Карачаева, Черкесия Карачаева, Черкесия Карачаева, Черкесия Рекордный показатель по дорогам Уложили 173 миллиона квадратных метров дорожного покрытия Всего отремонтировали 30 тысяч километров дорог Построили и реконструировали 1600 километров Заявил заместитель председателя правительства страны Марат Хуснулин Глава Карачаевой Черкесии Рашид Темрезов В своем официальном телеграм-канале написал Что вопреки санкциям строительная отрасль России бьет рекорды Карачаева, Черкесия продемонстрировала лучшие показатели По 16 программам строительства, реконструкции, капремонта объектов Социальной, инженерной и дорожной инфраструктуры По итогам минувшего года И заняла четвертую строчку в рейтинге субъектов страны В 2022 году в Карачаевой Черкесии Велись работы на 191 объекте Это школы и детские сады Врачебные амбулатории, фоки Дома культуры и поликлиники Особое внимание уделили и продолжат уделять объектам водоснабжения и дорожному строительству Вместе с тем объемы жилищного строительства в регионе на 30% превысили итоги 2021 года И составили 308 тысяч квадратных метров Делегация из Карачаевой Черкесии во главе с министром сельского хозяйства Анзуром Буташевым Приняла участие в общероссийском форуме развития овцеводства на Северном Кавказе Который состоялся в Минеральных водах Заместитель министра сельского хозяйства Карачаевой Черкесии Хусей Ижаев Рассказала о состоянии овцеводства в республике Отметив, что данная отрасль занимает особое место в животноводстве региона Республика находится в топ-10 лучших регионов страны По разведению овец, занимая пятое место По состоянию на декабрь прошлого года поголовье овец и коз в хозяйствах всех категорий республики Составляет около 1,2 млн голов Рабочая группа во главе с министром туризма и курортов Карачаева Черкесии Расулом Тикеевым В рамках рабочей поездки в Донбай оценила деятельность туристских объектов курортной зоны В период горнолыжного сезона Особое внимание уделено работе пунктов общественного питания на курорте Безопасности эксплуатационному состоянию канатных дорог И использованию земельных участков в соответствии с их целевым назначением В том числе законности расположения торговых павильонов на всех очередях склона горы Мусачтара Результатом оценки деятельности объектов туриндустрии станет разработка И внесение корректировок в план мероприятий, направленный на совершенствование работы туристских дестинаций Отмечено, что министерство активизировало работу по систематизации улучшения качества туристских услуг И обеспечения безопасности на территории туристских кластеров Карачаевой Черкесии В Карачаевой Черкесии успешно продолжается реализация новой программы газификации региона Благодаря которой газовая инфраструктура была доведена до без малого 3000 домовладений Что составляет 123% от плана реализации на 2021-2022 годы Информацию комментирует советник исполнительного директора по связям с общественностью и СМИ Акционерного общества «Газпром» газораспределения «Черкеск» Наталья Соленкина На сегодняшний день можно говорить о том, что на 99% мы завершили те планы, которые были на 2022 год По догазификации домовладений А в некоторых территориях получается работать с опережением графика Например, в Джигутинском районе, в Хабецком районе уже исполняются заявки 2023 года Больницу в станице Кардоникской не закроют Решение озвучили на состоявшейся встрече жителей населенного пункта Заместителем председателя правительства республики Ирины Гербековой Министром здравоохранения Карачаева Черкесии Казимом Шамановым И главой администрации Зеленчукского района Алексеем Науменко Отмечено, что на 2024-2025 годы запланирована реконструкция поликлиники При этом медицинском учреждении Работы будут вестись в рамках программы Модернизация первичного звена здравоохранения Карачаева Черкесии Кроме того, приобретут санитарный автомобиль, что улучшит качество оказываемых услуг Гости также сообщили, что уже на следующей неделе в Кардоник отправится поезд здоровья Почти 200 миллионов рублей вложит компания Россети «Северный Кавказ» в ремонт и техобслуживание энергообъектов Карачаева Черкесии в текущем году Финансирование по сравнению с прошлым годом увеличат на 7% План ремонтной программы предусматривает ремонт почти 270 километров линии электропередачи различного класса напряжения Специалисты также обновят 2400 изоляторов 630 опор ЛЭП установят 315 птицезащитных устройств и расчистят почти 65 гектаров просеки в охранной зоне Недавно в интернете появилась аудиозапись странного телефонного звонка обеспокоившая родителей и педагогов Неизвестная представляется по телефону сотрудникам газовой компании просит ребенка включить газовые конфорки якобы проверить исправность системы Некоторые утверждают, что звонки поступают от злоумышленников с Украины которые таким образом пытаются организовать взрывы многоквартирных домов В связи с этим сейчас в школах республики с детьми проводятся разъяснительные беседы Об этом рассказала заместитель министра образования и науки республики Лила Атаева Когда родители проявляют некую бурную реакцию когда ребенок приходит и говорит о том, что что-то было странное в соцсетях или что-то его напугало Тем самым он, этот родитель, он вот этой бурной реакции отодвигает ребенка То есть у ребенка возникает ощущение, что мама или папа испугались и завтра меня не допустят к интернету И тогда он начинает пользоваться интернетом вне стен школы вне стен своего дома делает это как бы тайно и последствия могут быть самыми плачевными В художественной школе Усть-Жгуты проходит выставка изделий русских традиционных промыслов Посетителей встречают прекрасные и талантливые преподаватели и проводят познавательный и увлекательный экскурс в историю Более подробно о выставке рассказал директор учреждения Борис Атаев Если мы с детства не будем воспитывать потом очень трудно это приходится воспринимать поколением А для нашей школы проблем в этом отношении нет потому что по этой части мы работаем очень давно еще с времен программ Бориса Неменского и дети с этим знакомятся с первого класса В пятом ежегодном всероссийском онлайн зачете по финансовой грамотности приняли участие около 6 тысяч жителей Карачаева Черкесии Почти 88% из них прошли испытания успешно и получили сертификаты Кроме того, свои знания в области финансов оценили около 400 семейных команд Такая возможность у них появилась в этом году впервые Подробнее расскажет помощник управляющего отделением Банка России по Карачаевой Черкесии Магмед Биджеев Для школьников одним из самых сложных стало задание по постановке и достижению финансовой цели Ребятам нужно было отказаться от лишних трат и накопить деньги на новую настольную игру У взрослых вызвали затруднения вопросы, связанные со страхованием льготной ипотекой и мерами противодействия маркетинговым уловкам Каждый участник, успешно прошедший зачет, получил именной сертификат и индивидуальный анализ своих ответов с рекомендациями экспертов Организатором мероприятия выступил Банк России совместно с Агентством стратегических инициатив по продвижению новых проектов Жительница Карачаевой Черкесии стала фигуранткой 9 уголовных дел о хищении у инвесторов 3 миллионов рублей Сотрудники Управления уголовного розыска МВД по республике задержали 37-летнюю местную жительницу Подозреваемую в хищении денежных средств граждан под видом инвестиций в криптовалюту Предварительно установлено, что злоумышленница в социальных сетях знакомилась с потенциальными жертвами Во время беседы она предлагала им вложить свои сбережения в цифровую валюту, обещая высокий доход в дальнейшем Люди соглашались и перечисляли суммы на указанный ею счет Получив деньги, аферистка приставала выходить с ними на связь, так и не исполнив взятые на себя обязательства На данный момент установлено 9 потерпевших из Карачаевой Черкесии, Кабардино-Балкарии, Ленинградской и Калужской областей В Главном управлении МЧС России по Карачаевой Черкесии сообщили об обстановке с пожарами в регионе с начала года Комментирует информацию заместитель начальника отдела административной практики и дознания Управления надзорной деятельности и профилактической работы Гульнара Аджикова На 11 января 2023 года зарегистрировано 23 пожара, тогда как за аналогичный период прошлого года, 11, погибших и травмированных на пожарах не зарегистрировано Последние дни в Карачаево-Черкесской республике наблюдаются критические низкие температуры И именно в это время зарегистрирован всплеск пожара в жилье Так из 23 пожаров в жилом секторе произошло 17 Рост пожаров по сравнению с аналогичным периодом прошлого года Произошел в Карачаевском городском округе, Зеленчукском, Ужжигутинском, Урубском, Малокарачаевском, Адыгихабльском и Ногайском районах Так основными причинами возгораний стали неосторожное обращение с огнем По данной причине произошло 10 пожаров И нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования По данной причине произошло 3 пожара В этом году в Карачаево-Черкесии появятся 4 современные многофункциональные спортивные площадки, а также ряд других объектов В частности, запланировано строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Тиберде 4 многофункциональных площадок в аулах Саратюз и Вакужили, поселках Правокубанском и Заречном, а также строительство площадки ГТО в Ужжигуте Кроме того, запланирована подготовка документации по реализации строительства объектов спорта в рамках государственно-частного партнерства Спортивно-оздоровительного комплекса в Черкесске по франшизе компании «Клеверспорт» и Спортивно-оздоровительного комплекса в Ауле «Красный Восток», а также по договору о концессии Спортивно-оздоровительного комплекса в Карачаевске За 12 месяцев прошлого года на территории республики проведено более 100 тренировочных мероприятий для спортивных сборных команд Карачаева-Черкесии и 90 физкультурных и спортивных мероприятий республиканского и всероссийского уровня с участием 27 340 человек В прошлом году 90 спортсменов республики стали обладателями медалей высокого уровня, чемпионаты, первенства мира, Европы и России По итогам этих выступлений 85 человек стали кандидатами в спортивные сборные команды Российской Федерации по различным видам спорта Кроме того, 18 представителям региона присвоены почетные звания Мастер спорта России, Мастер спорта международного класса, заслуженный Мастер спорта России а также 280 спортивных разрядов присвоено занимающимся физической культурой и спортом на территории Карачаева-Черкесии Завтра во дворце спорта Олимп Карачаевска состоятся соревнования на Кубок Карачаевой-Черкесии по национальной борьбе Тутуш среди юношей посвященные 60-летию образования органов предварительного следствия МВД России Радио России Карачаева-Черкесия Погода По сообщению синоптиков Республиканского гидрометеоцентра, завтра по Карачаевой-Черкесии ожидается переменная облачность без осадков Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду Температура воздуха от 4 до 9 градусов Утром на дорогах местами гололедится В горах местами плюс 11-16 Свыше 2,5 тысяч метров лавина опасна В Черкесии без осадков ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду А столбик термометра поднимется до 7 градусов Это все новости к этому часу, с ними я вас знакомил у Марти Киев Берегите себя и своих близких Всего доброго Вы слушали Радио России, Карачаева-Черкесия До новых встреч!